ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте! В эфире дежурный по городу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улица Алматинская, стоп. Полностью менять аварийный стояк холодного водоснабжения в управляющей компании не собираются даже после очередного прорыва, планируя ограничиться лишь частичным ремонтом. Вчера рванул трубу холодной водой, стояк. Перекрыть не могли. Протопило два этажа до подвала. Мы живем на третьем. Хотели поставить там, предложили хомут поставить. Труба вся гнилая, нет уверенности, что не рванет в другом месте. Просто-напросто. Сегодня я была там, они нам опять сказали, что поставят временно хомут. И в течение, ну, до 30-го числа сказали, что они рассмотрят это заявление. Будут менять часть трубы только. Или врежут там, или как полностью стоять, менять не будут. Я живу на первом этаже. Авария была в 22-й квартире на третьем этаже. Так у меня из розеток лилась вода. У меня с лампочек капала вода. Мы с соседкой, поскольку я в положении на 7-м месте беременности, мне соседка помогала. Мы 7 ветер воды только из зала с линолиума вытащили. А здесь у меня был просто поток. Меня в шинерахнул током, потому что замыкание произошло. Это еще хорошо, что всю аппаратуру я успела выключить. Иначе было вообще короткое замыкание и полетела бы вся техника. Более того, в данный момент ЖЭО отказывается полностью менять стояк. Только маленький кусочек, где была протечка. Вчера, когда они предложили поставить хомут, слезарь отказался дать бумагу письменную о том, что он несет ответственности за то, что в другом месте где-то на этом стояке ничего не рванет. Смысл ставить хомут, если стояк надо менять. Здесь стояк перекрыт, холодные 5 этажей без холодной воды. Все соседи в наше положение вошли. А поставить хомут опять нельзя. Труба гнилая. Эта труба хлещет вода, как фонтан из-под земли. Вот вы знаете, когда показывают по телевизору тоже, что тут хлещет вода. То же самое было у нас в квартире. Только она в стенку хлистала, не наверх. И сразу все, естественно, вся вода пошла вниз. Ну давление хорошее. Ну давление, да. Давление хорошее, вода бьет конкретно. Ну в общем, до подвала промосить... Подвале тоже с утюг текло. Это много воды ушло. Улица Алексея Толстого, 12-14, литер Г. Городские руины. Жители никак не дождутся переселения из аварийного дома. Дом признан аварийным в 2009 году. А сейчас все каждый год хуже и хуже. Все рушится, потолки рушатся. Стены прям... Невозможно жить. Не знаю, как в таких условиях жить. Куда мы только не обращались. Нет никаких результатов. Мы живем в очень плохих условиях. Сами видите, по состоянию подъездной системы. Крыша в очень плохом состоянии. То есть вот если на данный момент прошел бы хороший дождь, здесь только был только один зонт. Потолка абсолютно нет. Он здесь упал. Полностью упал потолок. Такая система находится и в квартирном состоянии. Подъездные полы тоже находятся в ужасном состоянии. Мы ждем влучения во всяком случае. Надеемся на влучение. Но результатов пока на данный момент никаких не видим. Обещали, что сначала в 2015 году переселят. Теперь бумагу прислали последний раз. В 2017 переселят. Ну хорошо, а в два года-то еще как жить тогда в таких условиях? Не знаю. Жильцы нашего дома считают, что ремонту он уже не подлежит. Здесь смысла нет просто ремонтировать. Здесь большие финансовые затраты получатся. Мы ждем только отселения. Рушится он. Никто ничего не делает. К нам вы уже приезжали. И это управляющая организация знает. Но они ничего не делают. Дом признан аварийным. Ну вот что и ждите. Но нам-то как ждать? Мне нынче завтра на голову рухнет. И что, как мы будем? Жить в нашем доме уже становится реально очень даже страшно. Никого не отселили. Ни одного. Мы ходили везде и в департаменты, и в жилищную инспекцию. Но нет ничего. Обещают и ничего нет. Это было раньше. А сейчас уж не стали ходить. Что ходить-то без толку. Все равно ничего не делают. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.